Виталий, это канал Фабрикан Увен. Ставьте лайк, под поиском двеночек. Яна Анастасия Федор и с нами Аббас Галямов. Российский политолог, публицист, в 2008-2010 годах, спичрайтер, тогда еще премьер-министр РФ Путита, кандидат политических наук. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Из последних новостей. Совет безопасности соберется в ближайшие дни по распоряжению Путина. Точная дата пока неизвестная. Об этом пишут телеграм-каналы и также журналисты Кремля. Как думаете, о чем будут говорить? Видим, что время от времени собираются. Будут говорить о том, что им делать, как выпутываться из ситуации, в которую они попали. Ситуация же очень плохая. Победить они могут. Причем они не могут и прекратить эту войну, потому что Украина же, видите, отказывается вести с ними переговоры. Поэтому, значит, победить нельзя, остановить войну нельзя, отступать тоже нельзя, потому что для Путина это неприемлемое поражение в войне. Для него, ну, это фактически синоним утраты власти, а утрата власти это практически синоним аресту, посадки. Да, он слишком много преступлений совершил и слишком много врагов нажил. И поэтому он не может себе позволить просто так уйти, не оставив, ну, не зафиксировав там своего преемника, например. А поражение приведет к тому, что, ну, с ним вообще никто разговаривать не будет, то есть его преемника никто слушать не будет. То есть там следующий президент сам по себе появится. Вот. Да, а просто затягивать войну до бесконечности тоже нельзя, потому что, ну, она сжирает ресурсы, да, в рамках нынешней модели, построенной на конфронтации с окружающим миром, уже совершенно очевидно, до бесконечности находить ресурсы для того, чтобы продолжать войну, удерживая при этом ситуацию внутри страны под контролем, нельзя. Да, да, то есть, либо надо модель менять, и непонятно, как это сделать. Ну, и во всяком случае, это точно не с Путиным, да. Ну, либо войну прекращать, а там тогда опять получается, что прекращать ее надо победой, а победы нет. Ну, то есть вот куда ни кинь, везде клину. Несколько вариантов, даже если ты их между собой начинаешь синтезировать, пробовать там от одного сценария кусочек, значит, с кусочком другого сценария склеить. Ну, в конце концов, все равно получается, значит, плохо. Ну, то есть хороших вариантов вообще сейчас не просматривается. И поэтому, ну, будут все это обсуждать. Не секрет, что отношения внутри российского руководства обостряются. Вы говорили, что попытка государственного переворота не исключена. Да, если такое возможно, когда это может случиться, сколько еще должно времени пройти, ведь уже понимаем, что там уже все на грани. И вот о преемнике Путина, кто может встать на место Путина, если такой человек сейчас? Ну, да, надо уточнить, что когда я говорю о том, что переворот возможен, я все-таки не прогнозирую его уже завтра. Я говорю о том, что первым шагом, который предпримут российские элиты, все-таки будет попытка договориться с Путиным о выдвижении преемника. И только в том случае, если он откажется и скажет, что я пойду на выборы 24-го года сам, вот тогда переворот возможен. Почему? Потому что, значит, вот в условиях проигранной войны, либо затянувшейся войны, которая стала непопулярной, она очень быстро становится непопулярной. И до следующего года она точно будет уже, ну, примерно так же, как Первая мировая в конце, в конце 16-го года, в преддверии революции, да. И вот в этот момент такому полулегитимному лидеру переизбраться будет, ну, да, не спровоцировав при этом мощного протеста, будет достаточно проблемно. Ну, то есть, в принципе, вот этот момент 24-го года, он может стать такой вот точкой кризиса. И система, я думаю, просто не захочет рисковать, да, и поэтому система будет настаивать на том, чтобы Путин выдвинул преемника. И если Путин откажется это делать, вот тогда уже можно будет говорить о перевороте, да. Будет ли это переворот в чистом виде, вот такой классический, канонический, знаете, как в учебниках истории, как это было в России, там, в первой половине 18-го века, да. Либо это будет какой-то синтез элитного, элитных действий, переворота с каким-то оранжевым сценарием, как чаще всего в 20-м веке было, да. Вот элементы того, элементы другого, с чего-то началось одного, а потом чем-то другим продолжается. Началось ли с народного выступления, потом элиты присоединились, либо, наоборот, с выступлением, например, элиты, или там военных началось, а потом народ присоединился. Да, ну, в любом случае будет какой-то синтез. Ну, то есть, вот этот вариант переворота, его условно назовем, да, он все-таки не сразу, я говорю, сначала они все-таки попытаются с ним договориться, я думаю, да. И он, в принципе, я совершенно не исключаю, что он примет решение уйти, выдвинет преемника, просто потому, что в противном случае, ну, ему реально грозит судьба Чаушеску. И в какой-то момент он поймет, что лучше потерять, ну, там, часть, да, чем рисковать, попытаться удержать все, рискуя все же и потерять. Да, и если говорить о сроках, то я прогнозирую конец зимы, начало весны, когда тему преемника элиты поставят в повестку. Это будет момент, когда станет очевидно, что вот этот путинский план заморозить Европу, поставить ее на колени и заставить считаться с российскими требованиями, вот он потерпит неудачу, да, и это будет обвал котировок, путинских котировок. Может быть, все случится, на самом деле, гораздо раньше, тут все зависит от действий ВСУ. Да, вот до зимы элиты будут терпеть, до конца зимы элиты будут терпеть в том случае, если фронт стабилизируется и никаких прорывов происходить не будет. А если ВСУ организует что-то в духе Харькова, тогда все может случиться гораздо быстрее. Ну, тем не менее, Путин все равно ищет ресурсы, да, как ему воевать, чем, понимаем, что почти уже нечем, и тех же ракет осталось 30%. Ну, вот также еще новая информация, что кроме дронов-дронов-камикадзе, Иран планирует передать и России ракеты баллистические класса «Земля-Земля», об этом сообщает издание «Ваш Санпост». Уже в Израиле, от министра Израиля по делам диаспоры, он уже намекнул, мол, теперь нет сомнений, какую позицию должен занять Израиль в этом конфликте. Как думаете, вот такая информация, одна за другой, о чем это свидетельствует? Ну, о том, что вот у Путина в стратегическом тупике находится, да, допустим, он действительно нашел дополнительный ресурс, Иран, в качестве поставщика каких-то вооружений. Значит, у Ирана ракеты, на самом деле, ну, не такие плохие. То есть это, наверное, со стороны глядя для многих российских патриотов, что называется, привыкших смотреть, так сказать, на всех остальных там с высока, тем более на таких азиатов, как иранцы, да, им это кажется дикостью, у кого, у Ирана, ракеты закупать. На самом деле, ну, у Ирана ракеты как раз, ну, не самые плохие. Да, они их обкатывают в Йемене и так далее. Ну, Иран вообще периодически воюет, прокси войны ведет. Вот, поэтому это не самый плохой продавец. Но даже договорившись с Ираном, Путин тут же натыкается на проблему Израиля. Потому что Израиль тут же снимет, вот об этом сегодня уже иранская сторона, ой, израильская сторона заявила. Израиль тогда, значит, снимет вот то неформальное вето, которое у него установлено в отношении поставок оружия в Украине. Ну, то есть, ребята, Израиль скажет, Россия, ну, мы вас уважали, мы не продавали оружие Украине, хотя Украина очень сильно просила. Да, но раз вы с Ираном, с нашим врагом заклятым, сотрудничаете, ну, тогда не обессудьте. И в итоге Путин, получив оружие из Ирана, неплохого качества, но не лучшие из них, тут же получат, значит, обратку со стороны Израиля. Израиль начнет поставлять оружие в Украину, и в смысле качество, ну, израильское оружие, безусловно, гораздо лучше иранского. Да, вот так было, например, с этими дронами. Как только стало известно, что Россия закупила дроны у Ирана, Израиль тут же организовал поставки, приподнял, так сказать, свою эмбарго, организовал поставки, правда, не напрямую, а через Польшу, но, тем не менее, неважно, результат же есть, своих систем по борьбе с дронами. А это лучшие системы в мире считаются. То есть Израиль, ну, он очень жестко отвечает в отношении тех, кого считает своим обидчиком. И поэтому вот он это сделал с системами по борьбе с дронами, он то же самое сделает и в части технологий, способных противостоять баллистическим иранским, баллистическим ракетам. Да, и это и есть как раз стратегический тупик. То есть, что ты не сделаешь, все равно результат ухудшит твое положение. То есть, ты вроде бы, да, эскалацию, очередной шаг в направлении эскалации совершаешь, но в итоге ты проигрываешь. Да, это и есть стратегический тупик, в котором оказался Путин. Вот, тем не менее, там российские прагматические СМИ тоже работают на своем фронте, сейчас нагнетают ситуацию, много сейчас информации во всех СМИ, что немедленно надо покинуть Украину, призывают Китай, Индия, Египет, Сербия, Узбекистана. Правда, там есть уже файковые страны, такие как Индия, которые не призывали, пока они покинут Украину. Может, они там в Белгороде сначала с планетой разберутся, а для чего они вот эти файки разгоняют? Это же, ну, никто же не верит теперь. А простите, я вот не совсем понял, о чем речь, я не увидел вот этих фейков. Еще раз, кто, Индия, Китай предлагают? Да, да, там есть, что Индия, Китай, Египет, Сербия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь призывают граждан покинуть Украину. Якобы они уже разгоняют информацию. Своих граждан? Да, да, да. Что якобы из-за возможного ядерного удара, как уже говорят эксперты. То есть, ну, паника больше такая на уровне СМИ, потому что ни одна западная нормальная страна не призывает своих жителей это так же делать. Поэтому вот непонятно, зачем в этой стране они сейчас работают. Слушай, ну, не знаю, я не хочу комментировать глупости какие-то. Ну, то есть, я не понимаю, вот, логику. Понимаете, когда ты находишься вот в том положении, где они оказались, ты очень часто делаешь что-то не потому, что надеешься, что в результате твоих действий тебе будет лучше, а просто потому, что, ну, надо что-то делать, да. Если ничего умного не можешь придумать и просто будешь сидеть, ничего не делать, ну, тебе просто по шее начальство надается, значит. Да, вот клиент позвонит своим информационщикам, скажет, а что молчим-то? Что, не можете ничего придумать, что ли? Ну, вот они вот за неимением ничего более умного. Ну, вот эти фейки разгоняются, значит, еще, детки, смотрите, Сергей Владимирович, мы стараемся. Ну, понимаете, такой затратный принцип доминирует. Раз мы тратим энергию на что-то, значит, это что-то должно принести результат. На самом деле, совершенно не факт, да. Да. Но непонятно же, принесет или не принесет. Ну, по крайней мере, старай, стараемся. Вот, может быть, это такая вот бюрократическая по своей сути возня, да, то есть ее природа имеет такой аппаратный бюрократический характер, это не политический характер. Ну, может быть, я, ну, я просто, видите, я сам же не видел, я с ваших слов это рассказываю. Может быть, я что-то не понял? Может быть, какой-то смысл в этом есть? Надо быть честным, что есть, конечно, страны, которые была информация, что там в Китае призвали покинуть в Египте. Это то, что я видел. Да это ни о чем не говорит, понимаете. Даже если действительно они все призвали. Ну, окей, услышат об этом россияне, что Китай призвал своих граждан покинуть Украину. И чего? Ну, то есть я что, вот как я, вот я средние статистические россияне, да? Я что там, какие эмоции я в этой связи испытаю? Да никаких особых эмоций я не испытаю. Ну, призвал, призвал. Понятно, что в Украине идет война, в общем-то, да? Понятно, что обстреливают Киев в том числе. Ну, окей, и что? Понимаете, для того, чтобы воздействовать на меня, нужны какие-то более серьезные вещи, чем призыв Китая покинуть своих граждан, покинуть страну. Даже если, предположим, повторюсь, этот призыв имел место быть. Вы мне дайте, что я хочу? Победу над украинцами? Да, возьмите, окружите их там под Херсоном, например, да? А прокиньте их там в районе, значит, Харькова, начните контрнаступление и захватите Харьков. Да, вот-вот, что я жду, как россияне среднестатистические, понимаете? А когда вы мне подсовываете там какую-то ерунду, типа Сербия там призвала своих граждан покинуть Украину, ах-вах, подумаешь, счастье привалило. Ну, это ерунда. Вот, кстати, вы сейчас вспомнили, что нужно россиянам, вот как раз тоже разгоняют информацию, что, мол, из-за Белгорода призывают правокандисты вернуть под контроль Харьковскую область, взять Харьков, мол, других решений нет, иначе Белгород действительно превратится в Второй Донецк, переживая правокандисты. Они, может быть, разгроняли все в городе. Ну, пусть берут, ну, а что, кто их мешает? Вот, пусть берут, посмотрим, как у них это получится. В этом-то проблема, понимаете? На уровне пропаганды может что угодно трындеть-то, да? Но пропаганда это все равно вторичная штука по отношению к самому политическому действию, да? В данном случае политическое действие совершает армия. Ну, а если армия ни на что не способна, если она уже импотентная, извините за выражение, ну, а о чем так говорить? Ну, что там пропаганда будет трындеть по этому поводу? Это все не имеет значения. Вот о том тогда, что в России там происходит с мобилизованными, есть информация, что зэков, которые не хотят воевать в Украине, расстреливают мобилизованные новички. Об этом свидетельствует телефонный разговор российского оккупанта. В СБУ уже есть такая информация. Также мы знаем информацию об обстреле. 11 человек умерло там, да, по социальной информации. Также поджоги военкоматов. Приведет ли это все к какому-то бунту? Что будет? Ну, конечно, протестное настроение в России усиливается. И все то, о чем вы рассказали, это разные формы проявления протеста. Да, и если власть продолжит слабеть, а в результате военных поражений власть слабеет, ну, конечно, все вот эти факты, о которых вы говорите, будут, их число будет расти, они, каждый из них будет становиться все более, так сказать, интенсивным. Поэтому, ну, в конце концов, это выльется в революцию. То есть, вот мой тезис главный заключается в том, что если Путин не выиграет, а он, очевидно, выиграть не может, и не остановит войну, то в какой-то момент он доведет страну реально до революции. Потому что бесконечная идущая, затянувшаяся война на чужой территории быстро станет непопулярной, она уже становится непопулярной, да, и она будет сжирать ресурсы до бесконечности, доведя, в конце концов, страну до ручки. Да, вот точкой, когда я считаю, что такая революция возможна, я называю 24-й год. Да, потому что выборы – это всегда момент, когда люди принимают решения, да, стратегические решения. Хотят они продолжение того, что сейчас происходит, или не хотят. И вот если сейчас люди чувствуют, что от них, от их мнения ничего не зависит, то в 24-м году они будут понимать, что вот он момент, да, пришел. И ощущение, что, ну, надо действовать, нельзя просто так плыть по течению, оно усилится в социуме, да. А поскольку все это наложится на, вот, повторюсь, затянувшуюся войну, все менее популярную, на поток гробов, идущих в страну из Украины, ну, вот все это вместе и даст взрыв. Вот, почему я и говорю, что, ну, Путину, строго говоря, надо, конечно, все это заканчивать, иначе все это закончится, ну, как вот в 17-м году, или там в 91-м, реальным крушением системы. Ну, повторюсь, вот его тупик заключается в том, что он ее, не выиграв, остановить войну не может, потому что он себя делегитимизирует, ну, практически на ноль помножить, если он признает поражение, потому что, ну, вот у Путина нет других источников легитимности, кроме ощущения, что он силен и всегда побеждает своих врагов. А если он распишется в собственной, так сказать, слабости и неспособности победить врагов, ну, он больше никому не будет нужен. Это вождь военного типа, это особый экипаж такой. Его ценят именно за силу, и его единственная задача является победа над врагами. Если он со своей задачей не справляется, то все-таки пошел он к черту. Ну, и вот это, в этом суть дилеммы. И победить не может, и не победить нельзя. И затягивать войну тоже нельзя. Вот это, наверное, самое опасное, называют эксперты, что именно находясь в тупике, Путин и может тогда воспользоваться ядерным оружием. Как думаете, насколько это возможно? Сколько он сумасшедший человек, чтобы это сделать? Это возможно, полностью я этого использую. Включить не могу, к сожалению, никто не может. В принципе, пока, конечно, видно, что Путин растерян, он утратил способность, знаете, вот что называется, ломать парадигмы, такие вот тренды ломать, задавать новые тренды. Он просто плывет по течению. И, возможно, он вот так и будет плыть, пока не упрется в стену, так сказать, и не будет свергнуть. Но, может быть, все-таки однажды, в какой-то момент он все-таки сумеет набрать, соберется с духом, что называется, внутренних сил там наберет, мобилизует и отдаст команду. Не факт, что эта команда будет выполнена, потому что Путин уже сейчас его легитимность хромает, а вот к тому моменту, когда все это произойдет, ну, очевидно, что с легитимностью совсем будет проблема, и поэтому не факт, что его команда будет выполнена, потому что понятно, что, ну, во-первых, у этих, у всех ребят, которые будут исполнять его команду в армии, у них, в РВСМ, у них дети, жены, то есть они вряд ли самоубийцы. И им, строго говоря, это для Путина проигранная война, это конец всему, и можно все похоронить. А для них-то это же не так. Ну, подумаешь, проиграли колониальную войну. Строго говоря, что, первый раз, что ли? Ну, и не такие империи были, почище империи были, британская, например, там, французская, испанская. И они проигрывали колониальные войны, уходили из своих бывших колоний, предоставляли им независимость, окукливались в метрополии, и на самом деле даже начинали неплохо жить в этих метрополиях. Посмотрите на все эти страны, везде очень приличный, высокий уровень жизни, демократия, права человека, и, так сказать, ну, не жизнь, а конфетка. Да, и поэтому и Россия теоретически может, значит, вот то же самое с Россией может произойти, и это нормальный вариант для всех россиян, кроме Путина. Потому что, конечно, для Путина это лично его персональный политический конец. Но, повторюсь, поскольку это не является концом для всех остальных, может быть, все остальные не захотят вместе с Путиным, так сказать, в эту коллективную могилу спускаться. Да, и поэтому он может отдать приказ, приказ не будет выполнен, но это, по факту, будет означать путь отстранения его от власти. И этого мы тоже не можем отключать, к счастью. Вот если вот вести итог, и вот если есть несколько вариантов будущего Путина, как думаете, какой из вариантов наиболее возможный, вот если первый, это в ходе государственного переворота, его просто может толпа разобрать? Это не первый, это не первый, это второй, третий варианты. Все-таки первый... Ликвидация, может, физическая. Это все маргинальный сценарий. Все-таки мейнстримный сценарий, я думаю, это все-таки он уйдет, он договорится о своей безопасности будущей с преемником, он выдвинет преемника, который окажется чуть либеральнее, чем он сам. Ну, например, это будет Собянин, или Козак, или Мишустин, или Мантуров. Кто-то из тех, кто находится давным-давно около Путина, но тот, кто не запачкан кровью. И в этом смысле является фигурой абсолютно приемлемой и для Зеленского, чтобы вести с ним переговоры, и для Запада. Да? И вот этот человек, преемник, условный вот Собянин, он постепенно будет модернизировать Россию. Исчерпанность нынешнего пути, она уже очевидна. Мобилизовать ресурсы, необходимые для, не просто для развития, а просто для удержания ситуации под контролем, в рамках нынешней модели уже невозможно. И это понимают вообще все. И поэтому кто бы ни был следующий преемник, он вынужден будет стать чуть, хотя бы чуть-чуть демократичнее Путина. И поэтому он будет договариваться с Украиной о мире, он будет договариваться с Западом о нормализации отношений, снятии санкций, он будет раскручивать гайки внутри страны. Но в принципе велик шанс, что он свои гарантии, те гарантии, которые он для себя взял в отношении Путина, он, в общем-то, он исполнит. И поэтому Путин будет сидеть в Совете Федерации пожизненным членом, он для себя это право прописал в Конституции, а до переписывания Конституции все-таки, я думаю, все-таки не дойдет в ситуации с преемником. Вот, конечно, он станет маргиналом, он будет, в общем-то, нерукопожатным, большую часть времени будет себя там в Крыму проводить, значит, в Кальянной. На людях появляться, наверное, перестань. Ой, а я сказал Крым, да, извините, нет, я имел в виду Геленджик, это дворец его в Геленджике, который... Так я тогда думаю, как отца, если Крым наш. Не-не-не, извините, это я ошибся. Перепутал. Значит, ну вот такая у него будет судьба незавидная, но все-таки без экстрима, то есть все-таки не повесит его, не расстреляет, даже в тюрьму не посадит. Я думаю, вот это все-таки магистральный такой вариант. Хотя сейчас Россия находится в такой точке неустойчивости, что, в принципе, вот знаете, вот куда ни толкнись, вот туда и может покатиться. И может, конечно же, пойти и по совсем жесткому сценарию, как это было, например, с Чаушеством. Может быть, он будет, вот как Саддам Хусейн, прятаться там где-нибудь в яме, в подполе, потом его оттуда вытащат под телекамерой. Я не знаю, помните вы или нет, как это было у Хусейна. Вот. Сейчас уже ничего не исключено. Вот. На самом деле не исключено даже и то, что он, в принципе, сумеет удержать власть. Есть какие-то, в общем-то, возможности для этого, проиграв войну. Да, он, в принципе, может превратить Россию в такую, знаете, Северную Корею, в Иран такой. Да, то есть он больше никуда не полезет, конечно. Я думаю, он полностью разочаровался в войне, как способе решения проблем. Да, потому что у него все неплохо было-то, в общем-то, до 24 февраля. И он сам за каким-то чертом себе приключения нашел и все на спину. Вот. И он никуда больше не полезет, если удержит власть. Да, вот он будет там закручивать гайки в отношении бедных россиян. Причем он будет бить уже не только либеральную оппозицию. А сейчас в первую очередь он вынужден будет бить вот этих патриотов, которых сам раскочегарил и которые теперь требуют войны до победного конца. Ему придется их пересажать. Ну, в принципе, когда у тебя в руках Следственный комитет, Бастрыкин верный. Ну, в принципе, может быть, получится удержать власть. Трудно будет, но может быть, получится. И может быть, даже 2024 год он все-таки победит. То есть будет восстание, будет недовольство. Ну, в принципе, может быть, усидит, ну, как в конце концов Лукашенко в 2020 году. Сумел же удержаться, на бровях прополз и еле-еле. Вот прям вот на грани был. Но, тем не менее, удержался. Может, и Путин сможет. И тогда еще лет 10, не знаю, 12 после этого Россия будет, ну, пока вот он не умрет, Россия будет, в принципе, превращаться вот в такую Северную Корею, будет деградировать. Ну, конечно, в результате это уже закончится вот после ухода Путина. Ну, это, конечно, каким-то грандиозным коллапсом закончится. И вполне возможно, даже вот в этом случае я не исключаю и такого полноценного распада России на, ну, так же, как это было с Советским Союзом. Ну, украинцы надеются, конечно, увидеть Путина на скамье подсудимых. Это здесь очень... Это тоже возможно. Это, 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 это тоже возможно. Это, это вполне реалистичный сценарий. Ну, или мы точно будем верить, что он не доживет, как вы говорите, еще 10-12 лет, потому что уже понимаем, что все, вот-вот. Поэтому, мне кажется, что столько он точно не продержится. Ну, шанс небольшой, да. То есть, в принципе, все-таки удержать ситуацию вот под контролем в нынешнем, вот при нынешних раскладах, когда вообще все против тебя, ты все свои ресурсы исчерпал, и внешние, и внутренние. Ну, конечно, это будет очень трудно. Аббас Галямов, спасибо, российский политолог, кандидат политических наук. Спасибо вам за разговор. Мы идем к победе. Збройные силы Украины делают все, чтобы пришвидшить нашу перемогу. Дякую вам. До свидания. Продолжение следует...